Сейчас 22 часа 48 минут и мы едем в аэропорт Борисполь. Друзья, вот такая вот хорошая дорога на Борисполь. Действительно, качество асфальта по ровизне, не по качеству изготовления, очень нравится. Прямо Европа, Европа. Но какой ее минус? Она, наверное, одна из самых опасных в Киеве, потому что здесь собираются стритрейсеры. Это люди, которые на мощных дорогих машинах гоняются между собой. Они едут 300 плюс километров в час. Так, ну вот у нас Борисполь. Сыночек, пока. Езжай с Богом. Спасибо. Котов кормить, не забывай. Котиков кормить. Вот наш рейс. ПАЦ 1723. Анкара. Сейчас у нас 23.26. Второй час ночи. Народу, как на Бродвее. Муравейь мой несет вещи. Это наша ручная кладь. Больше у нас багажа нет. Не дает мне ничего нести. Вклонився? Вклонився? Да иди сзади, девчонки идут. Вклонився? Да вклонився на родной земле. Давай, давай. Скоро вам все расскажу. И покажу. Пегасу зато есть маршрутка. Это же не аэробус над Таиландом. Тут бы не убиться еще. В самолете. Добрый вечер. Самолет весь переполнен. Я люблю здесь. Идем на посадку. Претит 2 часа Киев-Анкара. Я вот вам качаю новое видео. Чтоб времени терять зря. Непоспавшуюся ночь мне пришла мысль. Но нам успеть вот такую песню. Слово скажу. Дружка, я вот качу. Ты такая, Ира. Это когда человек не спит целую ночь. Что-то у него такое бывает. А я наставалась. Вот видео смонтировала. Скажи привет. Не торачи глаза. Нет, нет. Лучше я так что-то сидел в самолете. И думаю. Вот как хорошо дома. В чистой, мягкой. Там у тебя. Не хочу я дома. Я насиделась дома. Я хочу в путешествие. Вон уже видна прекрасная Анкара. Дождь идет такой. Анкара огромный аэропорт. Огромный. Здесь довольно таки уютно. Сейчас идем на выход. Нужно проходить таможенный осмотр. Еще сразу иду менять деньги. Я уже один раз не поменяла. Имела работу. Хочу поменять сейчас, чтобы ехать без проблем. Сейчас мы сразу возле аэропорта Анкары. Вышли мы из аэропорта. И сразу есть автобус ХАВАЗ. Стоит 12 лир. Это примерно, ну, где-то полтора доллара примерно на человека. И он нас довезет до железнодорожного вокзала. Называется он Ашти. Вот это автовокзал Анкары. Мы сюда приехали случайно. Так и не поняли на суть. И привезли нас вместо железнодорожного вокзала на автовокзал. Такой здесь автобус. Ты уже приближаешься к мечте? Да. Гудба Анкара, да здравствует Куланья. Едем сон насквозе. В автобусах есть телар. Есть интернет. Пока еще не высветился. Конечно, мученая немножко. Потому что хотели ехать поездом. Часть пути, часть автобусом. Поезде комфортнее. Тут очень хорошая поезда. Но не получилось. Знаете, я хотела купить билеты на поезд, а у меня не получалось. Что я только не делала. У меня не получалось. Ну, сейчас выпьем кофе. И поспим. Тут и булочки еще какие-то приносят. И несколько раз. И воду дают бесплатно. Чай такой. Сахар такой. Палка деревянная. Стаканчик кофейный. Это хорошо, что ты шутишь. Через 8 часов мы будем на месте назначения почти. Анкара какая красивая. Не обожаю Анкару. Вот так желание прокатиться на поезде нам отвернулось к катанию на автобусе. К катанию на автобусе. Сын. С удовольствием возвращаем Рафаэлу. Сын нам посуетил коробочку Рафаэла. Так мы их перекусили и наслаждаемся. Едем по таким крутым поворотам. Дороги отличные в Турции. Самый какой. Ты что, я мою конфету сделал? Круто успел бы. Ух ты. Это напоминает мне Египет. Дорогу из Каира. Здесь так много камня. Обрабатывают натуральный камень. Добывают его, очевидно. Делают из него и раковины, и такие столешницы. Очень красивые фонтаны. И всякие украшения для дворов. И заборы. Боже, сколько его всего. Везде на учреждениях будет фото от Аттерка. Так они любят его. Сейчас остановились в первом магазине на остановке. Полчаса стоянка. Зашли в тут специально такой вот магазинчик. Ой, боже, чего тут только нету. Цены, я вам скажу, они такие дешевые. Всякие орешки, всякие пахлавы. Короче, одни сладости, которых есть нежелательно. Но в Турции без этого никак. Вот это халва у них. А, нет, не халва. Это такие сладости тоже. 21 турецкая лира. Примерно 8 лир в доллар. А это щербеты всякие. Шоколадные. Ну, добра этого будет везде, на каждом углу, скажем. О, боже мой. Тут не проехать, не пройти. Ну, цены, конечно. 56, это 7 долларов килограмм. Она ж тяжелая. Ой, какая красота. Ой, какая ж красота. Всякие орешки. Мы тут покупать ничего не будем, потому что сладкое в дорогу. Ну, очень сладкое все, очень. Мы все будем его пробовать и есть. Вот таких они. О, шоколадные. Белый шоколад. Вон, почти 10 долларов. Коробочка. Тоже в шоколаде. У меня какие-то фрукты. Клобаски, сыры, хлеба. Ну, турецкая калбаса, это отдельная история. Масло в таком индюке. Но это не масло, это сыр. Это сыр. Мерхаба. Мерхаба. Лук, лук. Сыры, у них хорошие сыры. Нормальные, можно кушать. Так, ну что, пойдем отсюда, ребятушки. Чисто везде. Убирается. Приятно находиться здесь. Я обожаю Турцию. Вот вам цены на кофе. 14 турецких лет. Это 1,5 доллара 16, это 2 доллара. Чашечка побольше. Везде вот стоят такие вот спреи. Можно побрызать руки антисептиком. Сейчас мы закажем себе бутерброд. Такой попробуем. Что это такое? Везде очень чисто. Приятная кафешка такая. Не знаю, сколько стоит такой бутерброд. Надо еще чаю взять. А, вот еще айранный возьмем. Лучше айран. Так, ну вот взяли мы вот такой вот бутербродик. Мы только что поели. Если бы не поели, то взяли бы два. Но некуда. Ну, хотим покушать. Мы же ехать еще далеко. Да, далека дорога. Сейчас дорога идет по такому серпандину, что страшно ехать. Все вот так закручивается, заверчивается. Ого, под 90 градусов просто. Если ночью ехать, так и в штанишке можно напудить. Такая гористая местность. Мы этой дорогой едем первый раз. Раньше мы ездили другими дорогами, и мы не видели так много гор, карьеров, в которых добывают мрамор и гранит. Сейчас прямо новые ландшафты. Красота такая невероятная. Горы не похожи ни на что. В Египте гористая местность, но она голая, пустая, такая бедная. А здесь горы покрыты лесами. Поля какие красивые, убранные. Стоят. Это каменная гора. Дороги такие хорошие, что вот я держу камеру, и вообще не трясет без стабилизатора. В Киеве едешь по дорогам, со стабилизатором снимаешь, все прыгает, сам не узнаешь, где едешь. Поля какие красивые, желтые. Туча, вон какая она двигается. Надеюсь, мы ее проедем, и она нас не застанет в пути. Мы уже остались недолго. Анталия вот-вот не за горами. Но оказывается, этот автобус идет до Аланию. Именно туда мы и едем. Так что мы не будем выходить из этого автобуса, поедем дальше. Вот сейчас в Анталии. Какая красота здесь. Какие здесь ели красивые. Автовокзал Анталии. Уже все так пахнет морем, солнцем. Анталия очень зеленая, красивая. Я ее обожаю. Но больше всего мне нравится в Анталии ее трамвай. Это трамвай будущего. Тот, кто когда-нибудь на нем ездил, он меня поймет. Это такая красота. Это такой трамвай. И он обзорный. Можно поехать на трамвае и осмотреть очень много мест в Анталии. Я ездила на таком трамвае, и он меня поразил, честно говоря. Нигде я такого не видела. И вот он едет по своей колее и по бокам, просто как ботанический сад. Парковые зоны, разбитые какие-то оазисы, какие-то фонтаны. Боже мой, мне так понравилось. Видите, какая красавица. Еще кто-то чихает. Ну, елки-палки. Конечно, устали. Ночь мы не спали. И день перед отъездом был очень напряженный у нас. Муж заканчивал ремонт. Сын варил свою машину. Я лепила пельмени. Пекла пирог. Собиралась дорогу. Как посмотрела, сколько вещей у нас. И как их вместить в ручную кладь. Еще нужно было вместить 3 килограмма мяса на бутерброды. Короче, все это в одном рюкзаке. Кстати, на таможне, когда мы проходили таможню, рюкзак этот вывернули. Стала она говорить, что у вас там. Я говорю, у нас мясо, оно упаковано в герметичной упаковке. Там почти 3 килограмма. Она мне говорит, ну ладно, не буду жариться у вас. Езжайте со своим мясом в Турцию. Короче, немножко намучились, но ничего. Овчинка стоит выделки. Потому что дорога обойдется все вместе в 45 долларов на человека туда и то же самое обратное. Это очень дешево. Билет от Киева до Оландии, если идти до Газипаши, будет стоить вообще долларов 180 человек в одну сторону. Но если удастся купить, то они намного дешевле. Поэтому выгодно ехать вот так, как мы, с пересадками. Но я буду еще рассказывать вам о всем этом. Теперь вы понимаете, где я была. Почему я не могла для вас выпускать видео. Потому что у меня было очень много дел перед дорогой. Мне нужно было их закончить. И у меня уже на видео не оставалось времени. Но я очень буду рада взять вас всех с собой в эту чудесную поездку, которую мы так долго ожидали. И так хочу, чтобы женщины, которые сидят дома, не выходят. У них больные ноги. Или они не могут позволить себе путешествия. Чтобы они путешествовали вместе со мной. Я обещаю, что я вам буду показывать все самое интересное. Я расскажу обо всех тонкостях, которые я знаю сама. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Ну что ж, вот вам и солнечная Алания. Короче, мы уже в троллейбусе едем. Тут такие велюровые сиденья. Едем к себе на свою квартиру, которую мы забронировали. Уже видите, смеркается. Пол седьмого. Одиннадцать часов в автобусе. Сейчас быстренько в магазин попыться и спать. В магазин, чтобы купить хоть что-нибудь, покушать. Потому что у нас ничего нет, кроме копченого мяса. Но его мы есть не будем. Ух ты, бассейн работает. Кот надо вводить. Красота. Водичка чистая. Иду. Держи. Держи. Дезинфектор прямо здесь. Восьмой, нажимай. Есть. Так, ну шо ж, брать. Мокрые, злые, уставшие, не спавшие ночь. Приехали на обедню. На какую обедню? Где приехали? Сейчас побежим в магазин, что-то купим. Я хочу, например, супчика. Будет вам супчик с крикадельками. С креветками. С рикадельками. Уже встретили знакомые, говорят, что вода 28 градусов в море. Сегодня первый день такая пасмурная. Да. Погода. Ну 28 это очень прилично, хорошо. Прямо тау. Какая дверь красивая. Вот эти вставки золотые, мне они так нравятся. А, видно, что они золотые. Вот это такое колечко должно быть. Вот оно. Вот так стучат тульки, когда в гости приходят. Тут обычно оставляют обувь, но мы не будем. Что с пастичкой? Та-та-та-там. Прошу вас. Прошу, включите мне свет где-то. Кое-как переоделись, идем в магазин. Сумку взяли с собой издума, потому что сумки платные все. Тульки платные в Турции. Видите, берегут природу. Магазинчик маленький, но все есть. Называется он Бим или Шоп, я не посмотрела. Так, что мы здесь возьмем? Короче, я вам все покажу завтра. Сейчас устали, быстренько скопились и побежали. Тут много чего интересного. Да, я персиков хотела. Субтитры подогнал «Симон»!